Старшеклассники 45-й школы в недоумении, ведь до пенсии им еще лет 40, а думать о ней предлагают уже сегодня. Пока что я не понимаю, зачем это в 9-м классе, как бы это рано для нас, но все-таки, наверное, надо, раз проводят такое собрание. Я с этим вообще ни разу не сталкивался и вообще об этом ничего не считал, то есть я об этом в данный момент ничего не знаю. Возможно, я эту лекцию передам родителям, бабушкам, дедушкам. Пенсионный ликбез проводят специалисты пенсионного фонда. Доступно и понятно школьникам рассказывают об истории пенсии в России, о том, как устроена пенсионная система и новая формула выплат. Для чего нужен СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета и о том, как правильно рассчитать будущую пенсию. По мнению специалистов пенсионного фонда, о пенсии необходимо думать уже сегодня. Прежде всего для того, чтобы знать, какими правами и обязанностями они будут пользоваться, вступив в трудовую деятельность. И прежде всего для того, что о своей пенсии нужно уже заботиться сегодня, а не через 40 лет, когда тебе исполнится 55 или 60 лет. Особое внимание на лекции уделили понятиям «белый и серый зарплат». Рассказали о страховой, социальной и накопительной пенсиях. Специально для организации этого курса Пенсионный фонд России издал красочный учебник «Все о будущей пенсии» для учебы и жизни. Ученикам 45-й школы рассказали все об их будущих пенсиях и даже о том, как их увеличить. Уроки по пенсионной грамотности будут проходить во всех школах Севастополя до конца 2014 года. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, СЕФН Форумбюро.